Да, что-то Морген прям вообще немного съехал с катушек. И судя по его историям в инсте и телеграмме, становится понятно, что он в глубоком запое. Но зато он еще в бешеной продуктивности. Это съемки клипов, новые треки и огромное количество сниппетов. И кстати, я же вам не показал его новые сниппеты. Вот они. Ну а еще сегодня выйдет, или вчера уже вышло, пока я монтировал этот ролик, новое интервью Моргенштерна. Где, по его словам, он был максимально искренним и открытым. Так что ждем. Сейчас ждем. Как и ждали многие рэперы и друзья Поляна, его возвращение из армии. Да, Поляна димбельнулся, так что на новом альбоме OG Будды, возможно, мы услышим вторую часть трека Диба или Старшие. Но еще сильнее, думаю, люди ждут камбэк и возвращение Славы Мерлоу. А точнее, новый его долгожданный альбом. И вот что на днях заявил сам Слава. Я хочу, чтобы мой следующий релиз был важным. Чтобы он был значимым. Чтобы он что-то изменил в головах слушателей. Я хочу, чтобы это был новый звук для СНГ. Так же, как и в свое время Артем что-то изменил. Так же, как и легендарная пыль. Ну а еще Славик анонсировал новый сингл на следующую пятницу. Так же, в следующую пятницу должен выйти новый альбом OG Будды под названием Free Rio 2. Что является продолжением первой части его Detroit альбома. На проекте, кстати, будет целых 23 новых трека. Ну а в его телеграм канале вы можете поучаствовать в конкурсе на фит. Где нужно дописать свой куплет на вот эту демку до 25 апреля. И возможно, именно вы сможете залететь гостем на будущую пластинку. Поэтому, кто мечтал записать фит с Будда и Let's Go. Ну а кто хочет обновить свой плейлист с новой музыкой, а ее было очень много сегодня. Тому стоит досмотреть этот ролик до конца. Так же посетить такой годный магазин обуви, как Hustle.rf. Если хочешь стильно одеваться и при этом не переплачивать, тогда рекомендую годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf. У Hustle в обойме более 3000 кроссовок и все это в наличии. Редкие и эксклюзивные модели, которые ты не увидишь в обычных магазинах. А материалы качества не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно проверить. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Так же только для моих подписчиков действует промокод в тренде, дающий скидку аж 30%. Поэтому не переплачивай в других магазинах, а покупай на Hustle.rf по самым вкусным ценам. Переходи и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну и открывает у нас эту неделю опять-таки Оужи Будо с новым клипом и треком под названием «Грязный». Куда еще залетели на фит с Кали Милана и 163 On My Neck. И да, это первый сингл из его долгожданной второй части альбома Free Rio, который должен выйти в следующую пятницу, повторяюсь. И здесь просто типичный Детройт Будды. С колкими панчами, разным флоу и смешными моментами. Да и в клипе тоже есть несколько интересных инсайдов. Например, во время съемок Будде позвонил Фидуке и прервал их. Ну, короче, посмотрите клип, он минималистичный, но прикольный. Кстати, насчет альткоинов. Если вы хотите делать бабки, но не знаете, что покупать, то гоу в мою телегу. Кто следит за ней, тот уже сделал более тысячи процентов профита. Это просто мой дневник того, что я делаю и как я зарабатываю. Поэтому, кто хочет следить за ним, гоу. Ну, а мы идем далее. И следующим у нас идет ЛСП с его новой композицией Ураганы. И я думаю, все уже слышали лайв-версию данной песни. Хоть она была записана в конце 21-го года, именно в данный момент текст трека является дико актуальным. Ну, а всем олдовым фанатам Гонфлада или даже Янграши, кто еще помнит такое, думаю, по-любому будет интересно послушать новый релиз Саббата. Кто не знает, это объединение, куда входил Гонфлад, Вет, Айра, Кейкбой и другие рэперы. И вы спросите, а что, Саббат Культ воссоединился? Почему новый релиз? Увы, нет. Но это зато сборник неизданных песен объединения с 2014 по 2017 год. Да, здесь именно тот самый старый мрачный Гонфлад, по которому, возможно, кто-то скучал. Поэтому, кто хочет окунуться с головой в то время и поностальгировать, гоу-чекать эту работу. Хую грязный дрога, скикнул бич в открытый космос, вызвал пиццу с телефона, хаслю хрону, свэк и тонус, пэки лаут, защити ВК аккаунт. Я испачкал свэк, пока делал грязный трэп, мам, только чистый юг и самый легкий кэш на пейпал. Ручка, ты чудо, как же я тебя хочу, давай представим силу на дочь, буду завтра, не наступит, буду завтра. Ну и как мы знаем, сейчас стало модно битмейкерам дропать свои альбомы, куда залетают разные именитые артисты. Например, мы все ждем релиз Арни, да, куда залетит чуть ли не половина всех топовых рэперов ру-рэпа. Ну а на этой неделе свой новый релиз дропнул такой продюсер, как Хайселл, где на фитах мы услышим Бульвара Депо, Твета, Недры, Офми и многих других известных вам исполнителей. А вот инстасамка, как всегда, не изменяет своим традициям. В одном она, конечно, молодец, это в том, что экспериментирует, меняет флоу и выдает каждый раз абсолютно разные хиты в последнее время, но и без вдохновения, так сказать, не обошлось. И на этот раз-то не флоу, не бит, а обложка. Хотя, это просто символ стрип-клубов, поэтому то, что они украли это у ЛСП, будет уже притянутым за уши. Да, прикиньте, я реально сейчас оправдываю инстасамку. Хотя до сих пор мне не нравится, что они вкладывают все силы в маленькие отрывки для тиктока, а на остальную часть песен забивает огромный болт. Просто я слышал сниппет этого трека в ТТ и думал, блин, прикольный флоу, да и трек, наверное, будет классным. Но, увы, это не так. А вот Майот продолжает дропать неизданные свои треки у себя в телеграм-канале. И я уже даже не могу сосчитать, сколько треков он за последнее время просто так взял и слил в ТГ. Конечно, многие из них самоповторяются и звучат один в один почти как предыдущие его работы, но фанатам, я думаю, это точно понравится. Да и мне даже иногда некоторые демки улетают в плейлист. Ну а еще неделю назад я говорил, что скоро выйдет новый альбом старичка Витя Ака под названием «Лакшери андеграунд». Ну и на этой неделе он дропнул уже второй сингл из этой пластинки под названием «Ореховая паста», куда на фит залетел еще и муравей. Всем тем, кто скучал по-хорошему олдскулу, думаю, точно понравится данная работа. Ну а кто искал чего-то мрачного, депрессивного и агрессивного, тому точно стоит послушать новый альбом «I Speak» под названием «Kiss of Dead». Это прям сочетание трэп металла, русской народной музыки и хардкора. Короче, всем депрессивным и мрачным однозначно стоит ознакомиться с данной работой. А вот Лакимин продолжает далее экспериментировать со своим звучанием, миксуя абсолютно разные жанры в один. И на этот раз его новый эксперимент появился на альбоме продюсера LDMA под названием «Make it Pop». Это очень странная, необычная, но вайбовая работа. Я советую вам ее послушать, особенно если хочется найти что-то прям кардинально новое. Ну а еще на этой неделе мимо многих, я уверен, пролетел новый альбом «Клоукомы» под названием «Help», на который в принципе стоит обратить внимание. Ведь всю пластинку, я признаюсь, не чекал, но некоторые работы, которые рандомно включал, мне прям зашли. Кто-то бежит, а кто-то рисует, кто-то прячется от собственной своей, кто осознал, а кто безумный, мы не увидим все даже под злом. Мы когда-нибудь умрем, и потом не проснемся, потанцуй пока светит на тобой солнце. Руки, ноги в кровь, я иду сам, боже, помоги, чтобы я встал, небо, помоги, чтобы я встал. А меня просто нет рядом, я будто пропал, как планета, прям за горизонт, а я знаю о чем... Ну а вот Томас Мраз не изменяет своему звучанию и продолжает сейчас все сильнее и сильнее уходить в более танцевально-электронную музыку. У меня спойлер, тебя ждет много боли, кричать бессмысленно, ведь не будет под модель. Светит темноте, светодиод, я в твоей сети просто... Также для всех любителей уже более современного звучания, Свету учекнуть новую работу Диэс Прайта, после огромнейшей паузы его хита, где ему разбивали сердце на куски. Я ненавижу просыпаться без тебя, и ненавижу думать, что в тебя влюблен, какая разница, и ты все равно уйдешь. Лучше просто молчи, о том, о чем мечтаешь, засыпая в ночи, о том, пока мы чаще... Ну и с русскими новинками, я думаю, все понятно. А что у нас по западу интересного? Конечно, самой громкой новинкой я могу назвать долгожданный альбом от Пуша Ти, который спродюсировал Канни Веста и Фарел Уильямс. Да, и помимо этих громких имен, туда еще залетели Лил Узи, Дон Толивер и Кит Кади. Удивительно то, что они там звучат вместе с Канни. Хотя Кади уже объявил о том, что это последний их совместный трек. А также мне еще зашла на этой неделе новая пластинка Сосмулы, где он свой фирменный агрессивный флоу накинул на современные хайпер-поп биточки. Звучит все это очень сочно. Ну и после всей этой грязи хочется еще залить в уши какого-то меда. А что может быть еще приятнее для ушей, чем фирменный звук Трэвиса Скотта? Ну и завершим эту неделю мы Эннелий Чопой и его новым клипами песней под названием Slut Me Out. Увы, кадры клипа очень откровенные, поэтому я постараюсь показать вам самые безобидные, так сказать, моменты. Ну и на этом у меня все. Все новинки одним плейлистом будут в нашей группе ВК, а также все треки в Телеграме. И еще не забываем про мой Телеграм о крипте. Это самый полезный паблик, я вас уверяю. И конечно подписывайтесь на канал, чтобы всегда оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и Ютюб. Субтитры сделал DimaTorzok